Субтитры делал DimaTorzok Канадцы Джонсоны. Канадцы устремились вперед. Они направляют шайбу в нашу зону. Здесь Старшинов. Слава отправляет шайбу налево к Борису Майорову. Борис Майоров отправляет шайбу еще дальше. Шайба в средней зоне. Макгензи и Евгений Майоров. Шайба в средней зоне. 20 секунд до финального списка. 20 секунд и сборная команда Советского Союза будет олимпийским чемпионом. Последнее усилие спортсменов. Шайба в средней зоне. Вот советские спортсмены идут вперед. 10 секунд. Старшинов. Борис Майоров. Бросок. Братарь парирует. Но был звездок. Положение вне игры. Нет. Была уже сирена. Сборная команда Советского Союза, выиграв у хоккеистов Канады, стала чемпионом Олимпийских игр. Дорогие друзья, что делается здесь на ледяном поле? Сколько радости, сколько восторга. Радостный космонавт Попович. Все наши советские люди. Да, дорогие друзья, сегодня предпоследний день Олимпиады. Завтра погаснет Олимпийский огонь. Закончатся девятые зимние Олимпийские игры. Будут подведены итоги. Но уже ясный счаст, что Олимпийские игры закончились триумфом советского спорта. Да, приятно. Очень приятно рассказывать о победах советского спорта. Десять золотых, восемь серебряных, шесть фронтовых медалей завоевали в Ингбахе наши лыжники, фигуристы, кайкобежцы. И позвольте мне добавить еще одну золотую медаль за победу сборной команды Советского Союза по хоккею. Итого 11 золотых. Но я хочу расшифровать эту золотую хоккейную. Одна золотая – это 17 золотых за победу в Олимпийском турнире. 17 золотых за победу на чемпионате мира и 17 золотых за победу в чемпионате Европы. Итого одна золотая равна 51 золотой. То есть завоевано все золото мира, если так можно сказать. Победа хоккеистов как бы венчает успех советской делегации на Олимпиаде в Австрии. Да, дорогие друзья, вписана есть то, еще одна яркая страница в историю советского спорта. Старший тренер сборной Советского Союза Борис Палыч Кулагин волнуется. Его понять можно. Важный матч нашей команды. Очень важный. Самый главный, к которому стремилась сборная, к которому готовил свою команду Борис Палыч Кулагин. Игра в зоне сборной Чехословакии. Шайбу Шалимова. Шалимов передает Дякушеву. Дякушеву здесь поднимает слюшку. Хороший пас. Был пас вдоль ворот. Сейчас Шайба у Часы отдает Дворжику. Но Цыганков перехватил шайбу. Вошел в зону соперник. Водол Шалимову. Бросок ворота. Бол! Бол! Четвертая шайба ворота сборной Чехословакии. Да, Шалимов просто герой. Третьего периода. Молодец. Да. 4-1 выигрывает советская сборная у команды Чехословакии. В самом главном и самом важном матче Чемпионата мира. Тедорстром бросает. Гол! Вот как это случилось. Хорошо, что есть возможность показать телезрителям еще раз этот момент. В течение одной минуты две шайбы в воротах Третьяка. Чемпионы немножко расслабились. Покидает поле Третьяк. Его место в воротах занимает Виктор Криволапов. Третьяк сделал свое дело. Он играл блестяще все важные матчи, особенно в матчах с командой Чехословакии. И заслуживает самых добрых слов. Покидает поле Третьяк. Вот опасный был момент, но поддержать атаку партнёров было некому, и наши отбросили шайбу. Шепелев. Шепелев. Белелединов, Первухин. Сейчас каждая передача – это выигрыш времени. И хотя смешно было бы говорить, что чемпионы мира тянут время, когда они 4 года не знают поражений, и выиграют один турнир за другим, и сейчас близки к победе. Желанной победе на Олимпийских играх. 17-я минута последнего третьего периода. 2-0. Впереди сборная Советского Союза. Смена в ходе встречи. Идет вперед уже дальше Скворцов. Обыграть Венека он не сумел. Ковин, дебютант нашей сборной. Да, есть у нас здесь и дебютанты олимпийские. Олимпийские. Ковин. Сильно, в скорости возросли. Матч подходит к концу. Боросал Ковин. Вот видите, воротарь вышел на помощь игрокам. Вечерник. Лукач пройти Кососонова не сумел. Игра обострилась. Еще две минуты, две сорок. Сейчас будет удаление. Будет удален игрок сборной Чехословакии на две минуты. Судья поднял руку и до тех пор... Сейчас наши выпустили вместо 3DH6 полевого игрока. Вот до тех пор, пока шайба не попала к сборной Чехословакии, слегка не было. А сейчас, за две с половиной минуты до конца, ровно за две с половиной минуты до конца матча, удаление, удаление на две минуты. Боля покидает Лукач. Сейчас здесь надо быть внимательным. Особенно на последних минутах за умышленный сдвиг ворот может быть назначен и штрафной бросок. Не без этого. Но для этого надо арбитру убедиться, кто сдвинул ворот. На Менской. Вот дружно и четко защищаются Чехословакии мастера. И вот Лива бросает по ротам. Также уверенно здесь, что ли сейчас и наши. Ну что сделает Хомутов? Тоже опасный гол! 1-1 Крутов все-таки нашел возможность для того, чтобы сравнять счет. 1-1 Крутов главный бомбардир чемпионата. Лучший хоккеист мирового первенства, так сказать, у Заходина и директоратом. Вот посмотрите еще раз этот момент, пока тут думали все хоккеисты. Выскочил Крутов неизвестно откуда и послал шайбу в ворота. Счет стал 1-1. 13-я минута встречи. На этом мы заканчиваем нашу передачу в Минсквене. Передача была организована телевидением Советского Союза. Велый репортаж Николай Узеров. Продолжение следует...